Тим Тинкер Тим Тинкер Тим Тинкер Тим Тинкер Тим Тинкер Ну или, может быть, все-таки как-то поромит он слишком широком. После того, как Virtus.pro забрали котла вместе с Wraith King, ребята из Team Tinker решили, что, в общем-то, антимаг будет самым лучшим выбором здесь. И, честно говоря, вот я бы не спешил с выводами товарищей ГМ, потому что Wraith King здесь может быть вполне не фармящим героем, а саппортящим. Вот сейчас, например, Жотом может забрать какого-нибудь героя, который, в общем-то, хорош против этого антимага, да, вот даже не знаю. Bloodseeker, например, да, его вот добавили, кажется, в Captain's Mod, должны были уже добавить в Captain's Mod. Он очень-очень хорош на самом деле, и им пренебрегать, мне кажется, не стоит. Ну, из других кэри персонажей тут можно, не знаю, даже, ну, опять-таки, тут Найксы, Террар Блейды и прочая-прочая нечисть, да, хотя, конечно же, вот, да. Кстати говоря, Террар Блейд против антимага не самый плохой герой. Вот, его тоже можно иметь в виду. Ну, Мипа, Нага Сирена тоже хороша. Нага Сирена такая, все время сплитует, все время что-то фармит. Ну, тут Коттл, да, есть, который поможет, собственно, с этой Нагой, он будет отпушивать лейны, стакать и, там, в общем, помогать этой Наге фармить, делать так, чтобы до того, как у Наги появился Родианс, соперник не зашел на хайграунд, даже спуганный или широко. Дарк Сира забирает Джотом, тут, в общем-то, продолжает Егорка брать героев, которых очень легко может антимаг моновоидом убивать. А если есть какой-то герой, уязвимый для моновоида, то уязвимой для моновоида становится практически вся команда. Вот мы видим здесь Квин оф Пейн и Дарк Сир, это два таких самых, наверное, таких приятных цели для антимага. Когда у них не будет маны, то моновоидом в пустого Дарк Сира или в пустую квапу можно убить практически всю команду, да, если там ребята будут стоять очень близко к этой цели. СВ на Virtus.pro забирают ласт пиком, ну, практика показывает, что СВ обычно саппортищий, но я бы в этой игре, наверное, сделал бы СВ на фармящем, потому что когда у тебя в Race King главный кэрри, да, и в команде соперника есть антимаг, ну, как бы, как бы это плохо, потому что, да, он его просто-напросто сконтрит. Ну, вот что мы и видим. В Race King будет играть у нас Йол, Жотом на Котле, Года будет за квапу, Седой на Дарк Сире, ну, и получается БЗЗ на Свейн. Квапа сейчас герой очень хороший за счет того, что ей улучшили Sonic Wave, это теперь Pure Damage, который пробивает иммунитет к магии, который пробивает, скажем, защиту, да, магическую героев вражеских, и поэтому квапа становится, ну, популярным, ну, в пабе, по крайней мере, очень становится популярным этот герой. Я за последнее время, так, опять что-то с прайс-пулом не прогрузился, так, ну-ка, давайте-ка еще разок попробуем. О, теперь прогрузился. В пабе за последние два дня, наверное, штук семь игр сыграл точно с этой квапой, ну, имеется в виду за, против, неважно, просто вот был персонаж в пике. Вот, очень любят как-то его сейчас в паблике выбирать. Ну, и что мы видим? Мы видим то, что Гот у нас пошел на бот с таким своеобразным закупом, много очень лечения у Сережи, БЗЗ, Йол и Жотом пойдут триплой на топ, там они будут стоять против антимага. Ну, и на миде мы видим Седова, который один на один, предположительно, против Пугни. Да, синг-синг у нас на Пугне, получается. Ну, что ж, в общем-то, должна получиться, наверное, интересная игра, потому что, вот, очень многое зависит от триплы команды Virtus.pro на топе, очень многое зависит от Queen of Pain, которая стоит на боте один на один с Кем, с Алхимиком, или, да, наверное, с Алхимиком, с каким-то Эрайзом, в общем-то, в прошлой игре на харде играл с Жиггернаутом, в этой игре он на харде будет играть Алхимиком. В общем-то, повезло Эрайзе в этом плане. Так, а там что, подцепили кого-то? Да, кажется, подцепили ЕГМа, хороший стан от Бульбы по двоим, но продолжать атаку Тин-Тинкер не будут, потому что Сенкинг очень сильно на Коцан оказался. Так, и решили, кажется, сразу же посвапать линии, смотрите, Койку ставят в мид на антимаге, и на топ у нас отправляется Пугна. Ну, что ж, интересное решение, достаточно на мид поставить антимага, там, конечно, Дарксир, в общем-то, герой, хоть и опасный, но, по идее, Койку будет там вывозить больше, чем против той триплы, которую есть у Виртус Про на топе, я более чем в этом уверен. Году будет не очень-то сладко стоять против Эрайза, у которого вот эта туча ядовитая наносит огромное количество урона. Мне шутит, БЗЗ нападает на Сенкингах под поп от ЕГЭМа, просто царство, сколько делает Тим Тинкер, продолжает свою атаку Виртус Про, подходят здесь новые крипы у ЕГЭМа, сейчас откатится станчик, но маны вот только-только, да, ему сейчас будет хватать. Ну, Виртус Про быканули и были наказаны, вот, собственно, за эту дерзость. ФБ у нас достается в пугне, много золота очень приобретает Сенкинг, и при этом ему не придется идти домой, он полное ХП имеет, полное лману, поэтому все будет, все будет в порядке у него. Так, Седой пока что старается как-то пожестче и оншелами напрягать антимага, но тут тоже умудряется подходить, какие-то динаи осуществляется, крипчиков добивать, и у него пока что крипов даже больше, нежели, чем у самого Дарксира. Вот какая у нас ситуация Дарксира в миде я не видел, пожалуй, уже как год, с того момента, как Темпларку перестали пикать активно, да, ну, Темпларку и Дарксира, да, сейчас можно увидеть Темпларку, сейчас можно увидеть Дарксира в пиках, но раньше, когда пул героев был не таким широким, как сейчас, да, и команды старались, вот, Темпларку контрить не именно майнтерами, вайперами и другими противными героями с периодическим типом урона, да, а старались брать какого-то Дарксира, вот, и ставили иногда его очень часто в мид против этой Темпларки, и считалось, что это, ну, типа, приятно стоять Дарксиром против Темпларки, вот, сейчас уже, наверное, увидеть Дарксира в миде, это какая-то прям откровенная редкость, вот, ну и про антимага тоже, конечно, можно подобное сказать, но здесь Темп Тинкер вынуждены были поставить антимага на мид, потому что, ну, на топе мы ему просто не давали бы пармить, там было бы два милишных героя, которым было бы тяжело подходить, да, и чуть что сразу же последовали бы всякие станы, так, Райза у нас спрятался в лес, билет банку, Год дает скрим, нож, и... Ой, Год, ой, ну не нах... А, нет, все, добил, я уж тут подумал, что все, Год как-то испугался, не захотел проявить свой характер, и сейчас его Алхимик с дабл дэмэджем окучает, но получилось так, что тут просто умер от кинжала, от кинжала второго уровня, между прочим, Год там нормально пока что стоит, у него сейчас, правда, нету маны, у него сейчас, правда, нету ХП, ему бы боттл какой-то бы здесь приобрести не помешало бы... Ну, не знаю, будет ли он боттл этот приобретать, Седой вообще с боттлом играет, Седой должен играть с боттлом, да, вот как раз-таки две банки, одна очевидна для Седого, другая очевидна для Года, вот, и почему-то вторая банка сейчас идет на базу, ее реюзают, и Год сейчас получит свое, скажем так, на топе у нас пулы осуществляет команда Virtus.pro на сильную точку, ЕГМ чуть-чуть подфармливает, получает Shockwave, третий левел у него есть, и, кстати, ЕГМ берет второй подкоп, что забавно, да, на самом деле, потому что ему бы приобрести какой-нибудь второй Сеншторм, чтобы фармить стаки, он, видимо, решил стоять исключительно на линии и помогать своим тиммейтам. Дарксир забирает у нас баунтиру, ну, Квапа забирает руну Инвизы, прыгает сейчас на Алхимик и Год, но это он просто, чтобы, видимо, тут подфармить. Дарксир приобретает себе Soul Ring, на топе тем временем что у нас происходит? Тут сапоги, сапоги Смок, Синг-Синг со стиками, сапогами, нуль талисмана. Ну, сам по себе Синг-Синг, конечно, мог бы попытаться в какую-то быструю Меку выйти, это было бы, наверное, приятным подспорьем в этом матче, быстрая Мека, учитывая, что драться о Тим Тинкер могут, а антимаг был не фармил, у них еще бы и Мека была бы вообще, наверное, сказка просто, а не матч для Тим Тинкер, но, может быть, Пугану будет какой-то другой айтен приобретать здесь, может быть, что будет опачки. В очередной раз у нас Год убивает соперника, ну, вот Райза, конечно, ошибается. Что у него там по айтену? У него нет ни Сол Ринга. Ни Транкил Тапок, ничего такого нету. Ну, плохо, в общем, очень плохо. Стояла Райза, я, конечно, понимаю, что стоять на длинной линии против Квапы, который еще там против Милишника играет, да, с двумя кинжалами прокачанными, ну, как бы тяжело на самом деле, вот. Но, с другой стороны, два раза умирать просто вот в соло Квапы лучше, ну, это точно неправильно. Так, стана летят Синг-Синга, хороший иллюминейт, тысячечку дает по ЗЗ, Синг-Синг на 10 пики, неужто выживет здесь? Нет, не выживет он здесь. Стан следующий от Прейс Кинга летит в ЕГМ. У ЕГМа не будет ни песков, ни подкопа. И в живых на топе остался только Лишрак, у которого маны хватило бы на один нюк. Он как раз-таки его скидывает и отгоняет от варда Йола. Да, размин плохой получился для Тим Тинкер на топе. Они отдали много героев. Райза отправляется на своих хендшинтов и будет сейчас экстакать. То есть, год у нас остается на абсолютном фрипарне, если можно так выразиться. Вот, поэтому у Сережи должно быть все очень-очень недурно здесь. Сидой. На миде сейчас тусует. И БЗЗ почему-то саппорта оставили на топе совершенно одного. Ему там одному на топе не простоять спугная. Она будет его бластами закидывать. Она будет его харасить. Нету стаут шилда у Свена. То есть, по сути, саппортом надо будет в ближайшее время вернуться. ЕГМ копает сейчас коня. Нюк пошел. Блочит ЕГМ. Старается блочить 5 секунд до следующего подкопа. И выпивает баночки у нас Коттл. Понимает Тим Тинкер, что здесь без шансов что-либо сделать. Там ЕГМа. Илюминейт, который не успевает долететь. И Квопа уже с Киринг Спре у нас. Что там? ПТ. Да, у антимага долетело. Ну, что ж. Антимаг как бы свое реально получает. На миде у него 44 крипа под Дарксиром. Он, соответственно, свое реально имеет. Но, таким образом, наверное, лучше было бы поставить на мид Квопу. А на бот поставить Дарксира. То есть, алхимик бы так же. Ему было бы непросто стоять с Дарксиром. Потому что он сам по себе милишник. Квопа бы очень сильно унижала бы антимага на миде. По идее, должно было бы быть именно так. То есть, там и Диан динаить проще. И самого антимага всегда можно похарасить. И, возможно, даже убить его в некоторых моментах. Ну, когда он там как-то отвлечется. Или ты какую-то хорошую руну заберешь. Или, может быть, тебе кто-то поможет загангать. На мид гангать удобнее, нежели чем на длинную линию. Из длинной линии. Да, понятное дело. Поэтому, наверное, это было бы целесообразие. Но, в любом случае, у Virtus.pro пока что на боте. На миде все очень даже неплохо. Йоу. Здесь получается стан от алхимика. Подправляется в таверну. Пугну в итоге сделала враг. Ну и БЗЗ со стиками выходит тут до парня. Из крипов. Квопа рядом. Что-то там донесла. ЕГМ пытался подкопаться. Но у него ничего не получилось. Стан полетел. БЗЗ. БЗЗ выходит. Дает хороший свой стан. Идет иллюминейт. Подкопчик от ЕГМ. Боже, сколько у него маны. Да ладно, БЗЗ. Нет, все-таки не выживает он здесь. Бульба отступает. Также отступает и Eraser. Но что-то Eraser решил заварить. Но что-то как-то не густо. Стан попадает в годы. Неужели год... Не успел. Он уже кастанул. Блин, анимация. Оказалась очень не кстати в этой ситуации. Получилось так, что год отправился в таверну. Я уж тут подумал, что команда Team Tinker откровенно плохо подралась. Но вышло, в общем-то, даже неплохо. У тебя что-то на Fight Recap не успел тыкнуть. Но разменяли тут Team Tinker парочку своих саппортов. Да, там кто умирал. У нас Sand King умирал. Ну, Hardlaner тоже там вроде бы или не убивали. Я что-то не помню сейчас. Надо посмотреть. Вот убили Пугну и Sand King, да. Парочку прагов сделали в Xbox Pro. Но сами они тоже там парочку прагов отдали таким образом сопернику. При том, что антимаг в пике у Team Tinker. Мановоид есть у антимага. У Седова монопул 600 хп. То есть, если у него не будет вообще маны никакой, если Койка сейчас начнёт с ним тыкаться. Вот так вот. Тычку Мановоид. Не? Боится, боится здесь Койкова. Ну, сколько Мановоид ударит? 0,6. Что-то, наверное, не... Хотя, кстати, с учётом маг-резиста. Может быть, даже убила бы с учётом маг-резиста. Даже Мидас приобретает у нас Дарксир. Пойдёт, наверное, скидывать его сейчас, этот Мидас. Да, Мидас на Дарксире. В общем, эта штука хорошая. Что это? Что он может очень быстро фармить. Там, аганим, стенка. Рефрешер какой-нибудь. Да, и всё. Ещё одна стенка будет. Тяжело бывает играть с таким Дарксиром. Ну, а по сути, конечно, тут антимага. Главная иллюзия будет с антимага делаться. Да, может ещё и с алхимика. Но в основном больше ничего такого серьёзного нет. Вот когда-то у соперника такие фантомки, думы и что-нибудь в этом духе. Вот тогда две стенки. Это реально очень круто. Но я думаю, что в перспективе у Седова всё равно появится аганим и рефрешер. Так, на боте у нас пытается догнать Квапу, которую догнать практически невозможно. Но у неё блинк есть и бегать за ней бывает очень опасно. Потому что можно добегаться, когда придут к тебе другие игроки команды Virtus.pro и начистят тебе лицо. Ёл куда-то у нас бежит. Чё-то хочет. Всё. Надо на Networst переключиться. И вот что мы видим. Седой подходит в пески к ЕГМу. Пожёг его немножечко и он с шеллом. ЕГМу рано или поздно здесь придётся выбираться. Он как раз-таки уходит из песков и куда-то убегает. Восвоясь я совершенно. 372 хп у него. Маловато. Гот пармит на бозе. Гот может сразу же в какой-то оркид, наверное, выходить. У нас антимага надо контролить. Чем его контролить, кроме как оркидом, да? Можно, конечно, его и фиксом контролить, но есть мнение, что фиксом в 20-й минуте собрать очень тяжело. Ёл получает парочку станов. Пульба тоже получил молотком по спине. Идёт иллюминейт. Попадает, кажется, он в пульбу. БЗЗ получает бласт. Вот. Декрипифай. И ещё не один нюк от Лешракаса. Он раскастовывает. Эрайза очень чётко гот ультует. Убивает одного. И очень сильно накосил двух других. Иллюминейт. Эх, не получается у ребят здесь иллюминейтом добить кого-то. ЕГЭМ. Он умрёт от Эншелла. Скорее всего умрёт или всё-таки нет. Отличный декрипифай от Синг-Синга. И ЕГЭМ остаётся в живых. Остаётся в живых. 1400 золота у Пугны. Это потенциальная мека. Да, вот всё-таки у нас Пугна решила приобретать этот айтем. Не игнорировать его. Ну, о чём, собственно, и говорил я в самом начале, что Пугна, в общем-то, может купить себе меку. И быть полезной в игре. Да, на графиках там пока что особо ничего интересного нету. Лидировали Virtus.pro. Около полутора тысяч в нотворсе, да. Двух даже тысяч в нотворсе. И около полутора тысяч в экспе. Ну, в связи с последними событиями, плохо они там подрались. Получилось так, что Тим Тим Кер потихонечку начинает выравнивать ситуацию. Будут убивать Года. Год успевает отпрыгнуть, но, возможно, его это не спасёт. Череда стана полетает в Квапу. Тяжко от Седова. Конечно, тут немножечко выиграл Седой Времени, но, по сути, он себя просто похоронил вот в этом моменте. Засуицидился в Квапу и только не спас её. Ладно, помню, её спас. Жот мы ещё поймали, со всех сторон окружили. Жот он также у нас отправляется в таверну. Ну и что мы видим? На миде, тем временем, БЗЗ фармит либо дайгер, либо барабаны. На топе фармит Йолу. Йола вот только-только появился шестой левел. Вот седьмой. Ульту он, как вы видите, не прокачивал. Прокачивает он ульту по одной простой причине. Думаю, что вы знаете уже по какой. Если ты попадаешь со шестым левелом Брейскингом против... Так, это что у нас? Телепорты какие-то? Сейв-телепорты пошли, посмотрите. Эрайза кастует банку и уходит отсюда по аутам. Поймали седового в деплипе файла. Выпила его пугна. Выпила его пугна, точнее. Пугна это мужской род. Ну и Квапасу Никвейвам тоже здесь помогла разобраться. Есть Обливион Ставф первый. Так вот, о чём я там говорил? Я уже, честно говоря, даже и не помнил. Ах, да. Про Брейскинга. Вот видите, Йо уже забрал, да? Реинкарнацию. Если ты шестого левела в Брейскингом встречаешься внезапно с командой соперников, в которой там три человека, ты видишь, что ты уже сто процентов умираешь, и тебя никто спасти не может. Вот тогда ты ульту не качаешь. А если ты видишь, что начинается какая-то заварушка, и тебе надо протанчивать, тогда ты, конечно же, ульту качаешь и реализовываешь её. Ну, типа, зачем вкачивать ульту, если ты её там бездарно потратишь, и потом она будет кдшиться там три минуты. Ну, совершенно. Это там интересно. Добивает вышки здесь в этот проб, дает запкусить. Райза сейчас. Маны кодус залили. У него Суниквейва нету. Блинк третьего уровня. Второй объявленный стап у кода. У него, кстати, там Battle Fury относительно недавно появилась, минутки две назад. Синг-синг. Мека. Свен с Даггером. Ну что ж, красота. Красота. Нечего добавить. Медас появляется у Врейскинга. Да, похоже, что Virtus.pro решили затуртлиться против антимага. Но вот антимаг герою очень опасный, с одной стороны, да, если ему давать фармить. Здесь, в общем-то, фармить ему давали. Но к чему я клоню? С антимагом справляться. В чем сила антимага? Сила антимага в том, что он фармит как черт. Может, точнее, фармить как черт. Да, и, соответственно, рано выходить с какими-то опасными артефактами, типа, там, Баттерфляй или Тарасочка, или, там, может быть, Манта. Ну, Манта, понятное дело, в любом случае, с Баттлфури антимаг делает. Но вот после того, как он купит Манту Баттлфури, он может купить один из следующих айтемов и, таким образом, доставить огромное количество проблем. И, в принципе, соперник Сидой с активным Мидасом, скажем так, он его может сбросить. Сейчас, кажется, видит тут Синг-Синга. Или не видит. Или видит. Сложно сказать, да. Все-таки видит Синг-Синга. Нападает на него. Кастует Торкет. Хорошая стяжечка. Прыгает Эрайза с Дайгера. Здесь же БЗС с Дайгера. Подрубает вот дуаль. Очень хороший эпицентр от ЕГМа. Умирают три игрока команды Virtus.pro. Вот она комбинация Синг-Синга вместе с Лешураком. Хотя тут, конечно, основной дэмэдж внес именно СК. Эпицентром. Интересно было бы посмотреть, сколько конкретного урона он втащил. Реинкарнация есть у... Ага, есть. Нету реинкарнации. Койква напал на него, дал две тычки и лужит, по сути, всю ману, которая была у Брэйс-Регаду, для того, чтобы реализовать ее в реинкарнации. Ну что ж, не очень как-то пока что вот виртузко получается в этих моментах. То есть, антимаг пока что фармит. Антимаг все у нас добивает. Вышку, правда, не добил, но тем не менее, там в каких-то ассистах присутствуют, да. Баги какие-то делать. Мы видим два фрага, есть убойка. Бойк. Нечаянно нажал на ту кнопочку. Конечно, опять-таки повторюсь, что лейт потенциал у Virtus.pro тоже очень хороший, да. И там всякие Свены, в Рейс Кинги и прочее, прочее, прочее. Если это затянется там до 70 минуты, то у Team Thinker реально шансов не так много победить на второй карте. Ну, с другой стороны. С другой стороны. Опачки, я же опять провтыкал фраг. На топе у нас Гот оформляет сил с униквейвом на пугне. Прыгает сейчас Свен со станом в пульбу. Летят скримы, пытаются уйти телепортом ЕГМ, но его дают оркет и дают очередной стан. Virtus.pro отвечает фрагам троих персонажей. Видимо, что экспы получили за это, видите, очень много. Две шестьсот экспы. Я тут сколько уже фрагов-то пропустил? Парочку, да, где-то один-два-два, если быть точным. Маленько приболел просто, голова не варит. Седой получил стан. Сейчас прыгает Койква на Седого. Есть мановоид. Конечно же есть мановоид, но у Седого слишком много маны. Хорошие миссии от Жотма. Жотом, кстати, стакал что-нибудь там. Что-то стаков я не вижу. Может, тут их уже зафармил, но Котл, конечно, может очень жестко стаки делать. Поэтому его целесообразно для подобных целей использовать, чтобы там много было спаунов в лесах, пришел какой-нибудь БЗЗ и все это дело зафарм. Мека у Дарксира. Конечно, намного позже, нежели чем Мека у Пугны, но лучше поздно, чем никогда. Да и тем более 19-ая минута. Там нас в очередной раз убивают одного из саппортов команды Виртуз Прона. Пали просто. Да боже, что мой. Ребята по всей карте просто делают фраги. С двумя дагерами Виртуз Прон нападают на Лешарака сверху и окучивают его вот в два... в две пушки, скажем так. Но сейчас Тим Тимкер занимается тем, что они начинают фармить вражеский лес. Причем очень-очень агрессивно. Растянуто стоят в лесах. Они фармят нейтралов. И БЗЗ пока что старается сплетануть на топе. Старается, конечно. Но получается у него это не очень хорошо. Урона у него не так много. ТПС именно конкретно. Да, урон-то у него может быть хороший с ультой. Но там Глифт будет подключаться и прочее-прочее-прочее. Момчик, да, вот долетел у нас для БЗЗ. Вот такой популярный. Достаточно айтем для Свена. Чего не скажешь. Да. Про каких-то других персонажей. Обычно Мом это такая сигнатурная... вещичка всяких Свенов, Воидов. Поймали на топе Алхимика за несколько кастов. Клопы и стан Свена смогли разобраться с этим Алхимиком. У него сейчас там тоже в новом патче пофикшена. Не пофикшена, а наоборот бафнута, да. Пассивочка его третья, которая позволяет ему, по сути, быстрее фармить. Если вы почитаете, сравните, что в прошлом патче, то в этом нападают на Года, Монобои. Года закапывают просто за Дизейбл Стана Сэнк Пуга. Если бы чуть пораньше вышел из этого Дизейбл Эдгот, то он, наверное, бы выжил пугно на боте. Доломало вышку. Ну, вместе с Лешраком и Антимагом, конечно же. Дополнительное золото с вышкой у нас получает именно Бульба. Он там своим Диабликом третьего уровня дожег Товер. А Виртуз Про ждут, пока кто-то пойдет в армии топ. Там они видят сейчас Сэнкинга, который прячется в песке. Можно его стянуть. Да, вот, например, вот так вот. И ГМ откапывается, пробует. Получается, стан начинает Йол тыкать его. Но Йол у нас саппортящий в Рейс Кинг. У него особо никаких там айтемов нету. Поэтому за 2-3 тычки убрать такого жирного, жирнущего Сэнкинга не получится. Тем временем, Тим Тинкер убивает Рошана с Антимагом. И там, Ниталька есть какая-то. Нитальки нету, но зато есть Esit Spray. Который тоже очень хорош в таких ситуациях. Антимаг у нас по-прежнему с Айгисом бегает на карте. Ну, недавно только я забрал. Я знаю, что происходит до сих пор. БЗЗ поймался на топе с соперником. Был пойман. Точнее, так, наверное, правильнее будет высказаться. И наказан. Но только облинкается по вражеским лицам, начиная в армии. Ну, вот, плохо, плохо. Virtus.pro вынуждены зажиматься. Virtus.pro вынуждены как-то идти в атаку. Но у них не очень-то это хорошо пока что выходит. Пока что в атаку идут у нас только Тим Тинкер. Ну, что имеется в виду идти в атаку? Идти в пятером и может быть что-то спушить или что-то поломать. Но пока что игра у нас акцентируется на том, что кой-кой прыгает от спауна к спауну. Все, фармит. Остальные игроки команды Тим Тинкер просто идут по одной линии, дают бласты, дают спрей и с легкостью сбирают лыжки. Свен Имба контрится только Воидом или Разором. Ну, что значит Имба? Имбы нету. Все при определенных условиях только проявляется, как Имба или как наоборот плохой герой на самом деле. Хотя, конечно, объективно есть плохие герои. Мы сейчас не будем об этом. Да, и объективно есть хорошие герои. Мы тоже об этом не будем, потому что это диалог длинною в ночь, наверное. Так, Клапа у нас будет закупаться БКБшка. БКБшку же мы видим и у антимага, если я не ошибаюсь. Да, сбойку 1600 хп, 1500 золота, Егис, Манта, Бэтлфури, БКБшка, Манта, Бэтлфури. Ну, достаточно неплохой набор для 24-й минуты, согласитесь. Джентльменский, я бы даже так сказал. Что там у нас с Рошаном? Я таймер вот не записывал, чтобы точно определить, когда этот Рошан заспавнится. Поэтому придется по вот этим вот часам непонятным наблюдать. Ну, не то, что они там непонятные, просто так они коряво нарисованы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Да, то есть вот так вот. Через две минуты у нас исчезнет Аегис. Ну, да, кстати, правильно, 8-11 минут выходит на этом таймере Рошана. На топе сплетует Гот с ультой. Синг-Синг прыгает на него, но он не успевает ему дать пичку, продамажит, просто блинком, но зато его настигает Алхимик. Не знаю, настигнет ли он его в итоге или нет. Клопа также приобретает у нас БКБ. Старается уйти, и он понимает, что байтить стан бесполезный, и его сразу поймает и убивает. Раз-таки подкапывают, полетели бласты. Надо драться хоть как-то. О, коже мы без шансов тут погибает. Ну, там, дело-то такое. Так, кубну подрезали. На топе там у нас напал Гот с Оркидом и БКБшкой. Пришлось ему оба айтема поражать. Блингдагер появляется у Йоу со своим Мидасом, там, неугомонный, да. Там же бойся отбойно нарезает. 1600 хп, дэмэдж космический, и еще и руна подобрана двойного урона. Ну, с таким антимагом, конечно, драться совершенно не хочется. Так, прыгают у нас тут всякие саппорты. Дают вижен команде. Алхимик заваривает, запрыгивает, закидывает стан. Попадает в Седова, сейчас кончится сёрдж. Надо прыгать, наверное, за ним или нет? Все-таки решили не прыгать. Ну, тут Койква только подошел. Так, Крипов подпармит, чтобы кто-нибудь отпускать в уражескому электрику, распушить. Так, антимаг, антимаг ворвался у нас прямо-таки под Т3. Закастовал мановоид, эпицентр у нас влетает в БЗЗ. У БЗЗ нету по КБшке, четко, очень тяжко от Седова. Но он никак не мог помыть своего тиммейта здесь. Исчезает Аэгису Койку. А отходить он не спешит. На миде также очень много крипов, надо передислоцироваться туда и забрать Т2-вышку там. Не успел здесь Йолу нас стан скинуть, у него Брингдаггер был в кулдауне. Увы. Увы, для Йола, конечно же, и Кура для Лешрака. У него рецепт Йола. Стэши. Лежит. 20к тем временем у антимага. Да, её, просто-то я очень много нафармил Койку. Очень много. 5-600 золота у него еще в инвентаре лежит. Купает он Башер. И следующим айтемом он его догрейтит до Абисл Блейда, скорее всего. Кучу вардов Тим Тинкер понаставили. Давайте обратим на это внимание. Вот здесь, вот здесь. Что тут у нас? Вот тут еще варды, вот здесь варды. Все видят Тим Тинкер, все знают. Обо всем догадываются. Ну-ка посмотрим, что там за айтемы у нас приобрели в ВП Тим Тинкер. Ну, интересного у Virtus.pro, по сути, отметить нечего. Там только вот Седой, который купил себе ультимейт торт. Не знаю, что это будет. Хекс или какая-то, может быть, линка там. Не знаю, наверное, все-таки Хекс он будет покупать в этом матче. Так, у антимага Манта. Манта, Бэтлфури, БКБ и Башер. Все положено, все канонично. Ну, бульбы там какие-то тоже айтемы появляются, как у саппорта. Не шибко серьезные, но вот Юл имеет на 30-м минуте. Это все-таки для саппорта очень полезная штука. Можно дольше в драках, или наоборот, Юлить соперника, чтобы тот в драке ничего не сделал в первые секунды. А первые секунды в драке бывают определяющими. Эгэм с форставщиком раскастовывает сейчас эпицентр. Мясы кастают в фортул, но эти мясы не сильно далеко оттолкнули Эгэмов. И поэтому он все-таки эпицентром Дарксера отправил в таверну. Вот, долетел Юльчик. Владмирс приобрел Алхимик для своего кэри персонажа. Будет он теперь таскать этот Владмирс очень долго. Какой-то Баклер тут у Райз станут куда-то угода. Но его вряд ли здесь должны убить. Все-таки угода и БКБ есть. Из Дизейбла выпустить его не получится. ХП у него слишком много, чтобы стереть его с карты. И что мы видим? У нас СВН пытается уйти от антимага. Форсит его жотом. И в итоге БЗЗ спасается. Вот у АМа был мановоид. Не знаю, хватило бы ему дэмэджа для того, чтобы спрать. Конечно же не хватило. Тут 1000 хп и монопол уже 480 маны. Койко бежит сейчас за гон. Вот если сейчас пропрется койко на баш, это будет супер. Удар. Будет ли прыгать дальше? Да, койко прыгает дальше. У него может быть чуть-чуть посерьезнее, чем у Квинов Пейн. Тут 350 у антимага 401. С мантой, которая дает дополнительную скорость перемещения. И год здесь погибнет. Его, конечно же, копают. Не успевают нажать на КБ. Не успевают отпрыгнуться. Станк прилетает в койко. И койко, похоже, вообще не горит желанием отходить. Жот на тут кожу убьют. Ну, прям как-то один в один на предыдущую игру смахивает. Только вот в этот раз у нас ребята из Team Tinker начинают толкнуть внешне, чем в Иртус Прон. Ну и заходят на хайграунд Team Tinker. Чем у нас занят Свен? Свен занят тем, что пытается сплитануть с Т2 на боссе. А тут уже половина вышки упала. И чем останавливать антимага, пока что совершенно неясно. У него БКБ, Абисал Блейд, Тантер. Значит, Станов может увернуться, прыгнул. Йоу, дал стан этому антимагу. Ну, а то, по-моему, стеночка еще от Дарксира здесь была закастована. Так, байбэк мы видим от Клопы. Надо, наверное, отступать здесь ребятам из Team Tinker, что они, собственно, и делают. При этом Рубик, Рубик, не знаю, какой Рубик, чем-то мне показался, что Рубик здесь есть, оговорился. Бегут дальше Виртус Прон, цепляют Леширака, Оркит, Стан и хоть одного кого-то на отступлении смогли поймать Виртус Прон. Хоть кого-то, скажем так, убили. Бантимаг тут все видит на вардах, все знает. Вот бегут на Рошана сейчас. ВП. Бантимаг, мне кажется, не оставит их в покое. БКБ прожимает Синг-Синг, поставил здесь вард. Будет пытаться запокусить этот вард. У него успешно, получается, это сделать. Бантимаг, началось, кончаются БКБшки. Вот уже в ближайшее время должно закончиться БКБ у Года и Уссинг-Синг. Разворачивается Драка. Манна воет от интимага. И падают двое. Продолжает интимаг фокусировать БЗЗ. И управляет даблкил. Цепляет Седова. Седой тоже никуда не уходит. Триплкил интимаг. Выжил у нас только Год, который на блинках. Старается сейчас передислоцироваться на топ. Забрать тут руну Регена. И надо бы ему отсюда убираться. Драка, конечно, просто отвратительная для Virtus.pro. Все они потеряли. Совершенно все. И... Лишаться ВП сейчас МИДа. Вот он, антимаг. Непонятно, как его, чем его контрить. Да, особо-то ничего и не было. Вот Торкин, который два паку пива какое-то время назад. Причем не самое далекое. Мы видим то, что у него там один вор, что есть БКБ, да? Минуты там 4-5 назад не было, наверное, БКБшки. Ну, года. Ну, в общем, дело такое. Что бараки падают. ЕГМ развлекает соперника станами. Повсячески не подпускает соперника к своим тиммейтам, ломающим бараки. Ими лишним. Тут, собственно, барак упал. Контр-инициация от Тим Тинкер. Падает год. Падает в Рейс Кинг. ГГВП пишет. Йол. ГГВП пишет. ГГМ. Ну, да. Тоже такая не самая не шибкая интересная карта получилась. Как-то быстро уж слишком Virtus.pro проиграли. Счет у нас становится 1-1. Напоминаем, друзья, что это BO5. Поэтому нас с вами минимум ждет еще по одной карте. Ну, по одной карте что это значит? Одна карта, скажем, где Virtus.pro будут на Рейдинг. Другая карта, где Тим Тинкер будут на Рейдинг. То есть минимум 2 игры мы с вами еще посмотрим. И если все-таки одна из команд одержит 2 победы подряд, то на этом все закончится в пользу той команды, которая, собственно, эти 2 победы и одержала. Ну, что ж, небольшая музыкальная пауза.